Я напоминаю, что вы смотрите теледетки.тв. Меня зовут Виолетта Кулешова. У меня в гостях чудесный врач Зелененькина Наталья Анатольевна, врач-педиатр. Мы говорим на тему детского отдыха летнего с малышом за границей. И следующий вопрос, Наталья Анатольевна. Если все-таки родители решили лететь в жаркие страны и им предстоит перелет, то как сделать этот перелет максимально хорошим, максимально удачным, чтобы не было никаких последствий? И как вообще себе помочь? Мне кажется, что здесь нужно уже начинать подготавливаться к перелету где-то за неделю. Соответственно, если ребенок посещает детское учреждение, детский сад, конечно, лучше его оградить последнюю неделю перед путешествием, чтобы не было контактов инфекции, и он просто в инкубационном периоде новой вирусной инфекции не улетел на отдых. Какой еще момент? Мне кажется, что максимально полезно выгуливаться с ребенком на этой неделе, соответственно, чтобы была максимально солнечная инсоляция в тех широтах, где он живет, чтобы он немножечко привык ультрафиолету и кожа подготовилась. Если родители планируют какую-то вакцинацию, либо она по графику, хотелось бы за неделю до отлета, чтобы ребятишки не делали прививки. Я не беру экзотические страны типа Африки, где вакцины, ожота, лихорадки или еще каких-то инфекций являются обязательными. Не вводить новых продуктов в рацион питания. Если ребеночек страдает аллергией, хотелось бы, чтобы были такие гипоаллергенные элементы быта и питания в предстоящую неделю. Если занимается в спортивных секциях, чтобы физические нагрузки не были чрезмерными перед путешествием. Помимо данных моментов, мне кажется, что за неделю до отдыха максимально нужно сохранять режим сна и отдыха у ребеночка. Если предстоит большая смена часовых поясов, и родители знают, что будет большая разница во времени, хотелось бы, чтобы в течение вот этой вот недельки они уже потихоньку перестраивали, чтобы для ребенка это не велось стрессом. И если возможен, конечно, перелет, так, чтобы прилететь на отдых и сразу лечь спать, это вообще, конечно, оптимально. А не так, что с утра ребенок прилетел и тоже отправился на пляж. То есть это позволит ему гораздо лучше справиться с акклиматизацией уже на отдыхе. А многие родители переживают в самолете из-за ушек малышей? Вы знаете, на сегодняшний день известно, что проблема с ушами в самолетах – это не сколько проблема лорорганов человека, а сколько мастерство пилотирования. Поэтому мы будем надеяться, что попадется хороший пилот, он все сделает правильно, можно подстраховаться, можно закапать противотечный препарат в нос. На всякий случай можно взять с собой жаропонижающий, он уже обезболивающий препарат. На случай какого-то беспокойства дайте ребеночку в самолете. А есть какие-то, вот говорят, что грудному ребенку нужно дать грудь, а ребенку более старшего возраста нужно дать пососать сок или пососать какую-то там витаминку? Да, я думаю, что стоит. Это работает, потому что это выравнивает разницу в давлении, соответственно, которое, так как самолет быстро набирает высоту, и происходит изменение давления, может отсюда быть болевый компонент в ушах, сосание эти моменты сглаживает. Да, но опять же сосание в маленьком возрасте оказывает успокаивающий эффект, и с мамой будет ему, конечно, гораздо комфортнее. Ну и напрямую здесь связано, если взять маленький возраст, психоэмоциональное состояние мамы. То есть чем больше мама тревожится и волнуется в процессе перелета, тем более вероятность, что ребеночек будет вести себя так же. То есть мама должна сохранять спокойствие. Ну и папа тоже я должен в этом поддерживать. А климатизация – это действительно серьезный вопрос в таких странах жарких, когда идет смена климата. Как максимально мягко войти и акклиматизироваться? Вот помимо того, что вы сказали, что перестраиваться на этот график и так далее, что еще можно сделать для того, чтобы акклиматизироваться? Ну, здесь, конечно, прежде всего, умеенность в первые дни на отдыхе во всем. Это касается нахождения на солнце, это касается купания, это касается еды. Конечно, хотелось бы, чтобы в первые дни рацион питания был у ребеночка тот, к которому он привык. Чтобы родители не сразу бросились ему предлагать различные экзотические блюда, к которым он не готов. Сюда же относится нахождение на воздухе, нахождение в воде. То есть это все, конечно, должно быть по минимуму. Предпочтение отдать прогулкам в вечернее время максимальным, если есть возможность побыть в какой-то лесопарковой зоне и рассеянной солнечной лучи. Это тоже будет очень хорошо. И, конечно, питьевой режим в данном случае, так как климатизация в жаркие страны сразу усиливает потоотделение. У детишек несовершенны процессы теплообмена и теплорегуляции. Поэтому здесь важно, что ребенок хорошо пил с учетом возрастных потребностей. Ну и, конечно, вода должна быть не из-под крана, а та, которая, как правило, бутылирована. Она везде доступна. Вот таким вот образом. А как вы сейчас упомянули жаркие страны, как ребенок с этим справляется? Как ребенок переносит жару? Вы знаете, жару ребенок переносит не очень хорошо, потому что маленькие детишки склонны к перегреву. И если не соблюсти все эти моменты, можно получить тепловой, конечно, удар. Поэтому здесь надо очень аккуратно. Здесь должны использоваться специальные крема с высоким степенью защиты. Должна быть хорошая одежда, прежде всего из натуральных тканей, чтобы она была не облегающая, а свободная, создавала воздушную прослойку. И хотелось бы отдельно поговорить о времени нахождения на солнце. По приезду, то есть это 5-10 минут. Такое же время продолжительности купания в бассейне, либо в открытом водоеме. Конечно, я считаю, что разумно купаться в открытых водоемах, потому что всегда есть вероятность загватывания воды. Бассейны, насколько они чисты, тут вопрос, конечно, спорный. Все-таки море или океан имеют естественные способы защиты от различных... А с какого возраста можно заходить в открытые водоемы? Вы знаете, мне кажется, можно заходить, ну, конечно, на первом месяце не стоит, но думаю, что с полугода на руках у родителей. Я думаю, что все можно. А самое главное, чтобы все комфортно себя чувствовали, и ребенку это нравилось. А есть какая-то разница между пресными и солеными? Потому что соленые сами себя дезинфицируют, вроде как, посредством соли. Пресные водоемы, особенно у нас в Ленобласти, не характеризуются чистотой воды. Поэтому вот как здесь быть мамом? Ну, здесь самое главное, чтобы ребенок не пил эту воду. Как-то его заинтересовывается. Конечно, у них всегда есть соблазн, они любят воду в любом проявлении. Тут задача, чтобы как-то вот усмотреть, и он ее не выпил. Вот и все. По поводу питания. Стоит ли родителям сразу, детей, которые едят самостоятельно, сразу переводить малышей на общий стол, либо все-таки везти какие-то баночки, придумывать что-то? Ну, знаете, если ребеночек, конечно, до трехлетнего возраста, потому что там определенный рацион питания, и если на отдыхе родители ему смогут обеспечить данное питание, я думаю, что переводить специально никуда не стоит. Если он более младшего возраста, то на первые дни, я думаю, что целесообразно будет взять то питание, к которому ребенок привык, и 3-4 дня предлагать тот ассортимент блюд, которые он уже кушает, о том постепенно, может быть, один продукт в день, вводить ему новое питание, чтобы оследить реакцию. Местного стола? Да. Не бояться, что это новые продукты, все-таки вода, на которой приготовлено, она тоже не нашей полосы? Не бояться вот этих моментов? Я думаю, что здесь не стоит бояться, конечно, должно быть разумно все. Прежде всего, не налегать на кондитерские изделия, которые в массовом характере представлены на отдыхе, все, что касается жирных блюд, большого количества мяса, то есть такая растительно-молочная диета, опять же, с учетом возраста и той продукции, которую обычно хорошие отели на сегодняшний день, они предлагают детский стол, ну, родители должны пробовать сами, конечно, эту еду, прежде чем предложить ребеночку. Если по каким-то причинам маме что-то не нравится, я думаю, что стоит воздержаться и поискать какую-то альтернативу. Мы в одной из передач на канале Телезетки говорили о детском питании в баночках, и диетолог сказала, что если на отдыхе ребенку есть такую еду, то это фактически отсутствие отдыха для организма, потому что там ни витаминов, ни энергии в этих баночках нет. Вот насколько целесообразно все-таки кормить детей детским питанием? Ну, вы знаете, я еще раз повторюсь, что если на отдых приехали и грудной ребенок, конечно, в первые дни хотелось бы, чтобы он кушал тот рацион питания, к которому привык, а затем постепенно уже вводить те же овощи, фрукты, что предлагают на сегодняшний день на отдыхе. Это все можно ему предложить, потому что, конечно, это гораздо все полезнее, это все свежее. Здесь самое главное – разумность. Если у родителей есть такой вариант отдыха, где они сами могут приготовить ребенку еду, это вообще, конечно, идеально, где можно приобрести эти продукты, те же овощи, рыбу, самостоятельно все это приготовить. То есть здесь этот вариант, конечно, более благоприятный. Вот, кстати, а вот в таком варианте, это, я так понимаю, проживание в апартаментах, где есть своя кухонька, где лучше жить? Все-таки в гостинице, где за тобой наблюдают, где, если что, можно обратиться за помощью как-то быстро, либо все-таки в каком-то частном секторе, виллы, апартаменты, вот как, на ваш взгляд? Вы знаете, мне кажется, что все-таки предпочтение отдать частному сектору, если у родителей есть такая возможность, потому что от чего у нас отдыхают взрослые, когда они тут на отдых? Они отдыхают от работы, от коллектива, от каких-то семейных обязанностей. Дети должны отдыхать от контактов. Если это большой отель, как муравейник, где быстро сменяются отдыхающие, здесь распространение воздушно-капельным путем инфекций, здесь, конечно, вероятность большая. Если живут более изолированно, здесь вероятность инфекционных заболеваний значительно меньше. Разница только вот в этом. Понятно, спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях Зеленикина Наталья Анатольевна, детский врач-педиатр. Мы говорим на тему детского отдыха с малышом. И в следующей части нашей программы мы поговорим на тему, что делать, если возникли проблемы. Оставайтесь с нами.